Добрый вечер, новости на Хабар 24 в студии Патакоса Ркулова. Добрый вечер, новости на Хабар 24 в студии Патакоса Ркулова. Особым спросом пользуется растительное масло. В прошлом году мы поставили в Китай более 122 тысяч тонн растительных масел на общую сумму 170 миллионов долларов США. В текущем году мы планируем увеличить экспорт масложировой продукции в Китай на 40% до 170 тысяч тонн. Это будет рекордным показателем в направлении Китая. Также хотел отметить, что благодаря выставке, которая сегодня проходит, мы, наши отечественные маслозаводы, заключили контракты с китайскими компаниями на сумму 28 миллионов долларов США. Казахстан проявлял и продолжает проявлять солидарность со странами-участницами Организации Исламского Сотрудничества, призывая к немедленному прекращению боевых действий в секторе ГАЗа. Такое заявление сделал министр иностранных дел Мурат Нуртлеу на внеочередном совместном саммите Лиги Арабских Государств и Организации Исламского Сотрудничества по вопросу Палестины. В мероприятии приняли участие главы государства и министры иностранных дел государств и членов организаций. Они выразили мнение о необходимости мирного урегулирования Палестины-Израильского конфликта, возвращения законных территорий Палестине, а также призвали к немедленному прекращению боевых действий. По итогам саммита участники приняли резолюцию, в которой заявлено, что сектор ГАЗа является неотъемлемой частью палестинских территорий на западном берегу реки Иордан. Казахстан полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно признанного палестинского государства. В ходе своего недавнего телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля я призвал к немедленному прекращению огня и поиску всеми сторонами мирного решения данного конфликта. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать Египет и все вовлеченные стороны обеспечить безоговорочную эвакуацию всех гражданских лиц, включая граждан Казахстана из сектора ГАЗа. Тем временем во многих странах мира продолжаются многотысячные акции в поддержку Палестины. Демонстранты требуют прекращения огня в секторе ГАЗа. Один из самых массовых протестов состоялся в Лондоне. Там, по предварительным данным полиции, в марше приняли участие 300 тысяч человек. Многотысячное шествие также состоялось в Нью-Йорке. Демонстранты попытались ворваться в здание центрального вокзала, однако их остановила полиция. В столице Бельгии и Брюсселе в пропалестинском митинге участвовали больше 20 тысяч человек. Также протестующие прошли маршем по улицам Сиднея, Барселоны, Парижа, Берлина и Дублина. Я вышла на демонстрацию в защиту жителей ГАЗа, которые сегодня являются жертвами настоящего геноцида. Мы ждем от нашего правительства гораздо большего, чем то, что оно делает сегодня. Мы требуем прекращения огня, прекращения оккупации. Продолжаем выпуск. Куанты Капишинбаева, подозреваемого в убийстве супруги, на два месяца отправили под стражу. Такую меру в отношении экс-министра национальной экономики санкционировал специализированный межрайонный следственный суд Астаны. Иные данные не подлежат разглашению, отметили в суде. Напомню, 9 ноября стало известно, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями. В результате от телесных повреждений скончалась молодая женщина. Подозреваемый был задержан, им оказался бывший чиновник. И на два месяца арестовали гендиректора госпредприятия КАС «Спецэкспорт» Армана Рамазанова. Напомню, его подозревают в хищении почти миллиарда тенге при закупке товаров военного и военно-технического назначения в рамках выполнения гособоронзаказов. Ранее в агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании должностных лиц РГП и руководителей подконтрольных им юридических лиц. Задержание, как уточнили в ОФМ, проводилось при координации главной военной прокуратуры страны. Сейчас ведется досудебное расследование. Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана. По данным газгидрометов, в ближайшие три дня на севере, юге и востоке страны будет дождливо. Прогнозируется усиление ветра в ночные и утренние часы туман. В Астане переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем 7-9 градусов тепла. С дефицитом сена столкнулись животноводы области Абай. Из-за сухого жаркого лета травы было мало, а сейчас собрать скушенное сено мешает дождливая погода. Из-за сложности с заготовкой подскочили и цены. Обеспокоенные сельчане просят поддержки у местных властей. Житель села Кайнар Даулет Шакиртов переживает, что не успеет запастись сеном, поэтому собирает его даже в мокром виде. Потом придется высушивать, иначе сгниет. Погода в этом году не способствовала заготовке сена. Лето было засушливым, без капли дождя. Теперь, наоборот, всё время льёт. Приходится довольствоваться тем, что есть. Другого выхода у нас нет. Обычно сельчане закупали сено у местных хозяйств. Но в этом году заготовщики и сами оказались в затруднительном положении. Поэтому вынуждены возить корма издалека. Это сразу отразилось на их стоимости. Возим откуда можем. Один тюк стоит в пределах 1400 тенге. В прошлом году закупали по 800. Хотя бы по 1000 тенге продавали бы. Обычно в это время сельчане успевали закупить по 4-5 прицепов сена. В этом году довольствуются одним. Некоторые хозяйства согласились поделиться излишками. Не сказать, что у нас большие запасы. Засуха отразилась на всех. Но вошли в положение земляков. Зима близко. Надо как-то выходить из ситуации. Вчера сделали 4 рейса. Сегодня планируем столько же. Каждому домохозяйству реализуем по одному прицепу. Специалисты подсчитали. Дефицит сена в населённых пунктах, расположенных в местности Абрале, составляет 250 тонн. Скоро доставят 25 тонн сена со своей стороны. Мы тоже ищем поставщиков, ведём переговоры с хозяйствами. В 10 километрах от города есть хозяйство Нур. Там готовы реализовать 160 тонн сена. Всего по области необходимо 48 тысяч тонн сена. Основную часть успели заготовить, но три четверти пришлось завести извне. Сабидрахимбая, Заматкасым, берег Жабалайула, Хабар-24, из области Абай. От косвенных налогов избавят предприниматели и байконлера. В городе почти тысяча казахстанских бизнесменов, зарегистрированных в российских налоговых органах. То есть любой ввезённый имя товар считается экспортом, на который приходится платить на отбавки. На восьмом заседании Казахстанско-российской межправительственной комиссии договорились внести изменения в действующее налоговое законодательство. Подробнее у Райханта Жабаевой. В продуктовом бизнесе Сиил Жумадьяров почти 30 лет. Два собственных магазина в самом центре байконлера. Товар завозят из соседних регионов Казахстана. Но с каждым годом торговать в двухвалютной зоне становится сложнее. Приобретаем товар за тенге, привозим байконлер, реализуем и получаем доход в рублях. Плюс косвенный налог. При этом теряем больше, чем зарабатываем. Отсюда и низкий рост инвестиций. Никто не хочет вкладывать в невыгодное дело. А еще бумажные отчеты, отсутствие цифровых услуг и налоговые сборы в российский бюджет. При этом высокие коммунальные тарифы и запрет на строительство собственных бизнес-объектов сетует предприниматель. В городе много пустующих зданий. Земельных участков нам не дают. Здания строить не разрешают. Если бы мы могли получить свободные объекты, все были бы выигрыши. Это поддержка местного бизнеса, новые рабочие места и вклад в благоустройство города. Лучше слов говорят цифры. Согласно статистике, на 50 тысяч жителей Байконыра меньше тысячи предпринимателей. В пригородных селах Турита-Макай на каждые 10 человек приходится один бизнесмен. Все дело в косвенных налогах. Проблему решали на заседании Казахстанско-Российской межправительственной комиссии. Нормативные документы, которые были ранее заключены между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, полностью в городе функционируют и работают законодательства именно по налоговой законодательству Российской Федерации. Теперь будет прорабатываться вопрос по изменению соглашения, где будет предусмотрено, что в городе Байкону можно будет работать по налоговому законодательству Республики Казахстан. Все вопросы, которые предлагал и казахстанская сторона, и российская сторона, мы, в принципе, нашли взаимоприемные условия, что и было отражено в протоколе. К сожалению, он еще до настоящего времени не подписан вице-премьерами, но основа есть, и та работа, которая была проведена экспертными группами, она закреплена уже непосредственно, так скажем, в проекте этого протокола. Бизнес без косвенных налогов снизит цены на продовольственные товары и товары народного потребления, а также даст толчок развитию местного предпринимательства, уверены эксперты. Райхан Ташибаева, Ханалиев, Казлардинская область, Хабар-24. Инвалидность не преграда для самореализации, уверена жительница города Хандагаш, Актюбинской области, Жанша и Рикешева. Женщина открыла небольшой швейный цех и приняла на работу людей с особыми потребностями. Шить Жаншу и Рикешеву еще в детстве научила бабушка. Спустя много лет этот навык очень пригодился в жизни. После травмы Жанша и Рикешева получила инвалидность. Тогда она и решила шить на дому. Работать начинала на старой машинке, доставшейся ей от матери. Эта машинка мне очень дорога. Она старая, но в исправном состоянии. Если свет в здании отключат, то можно работать и на ней. Мастерица создает приданное для невесты, тюбитейки, сувениры. С годами заказов становилось все больше, поэтому появилась идея открыть небольшой цех. Сейчас опыта набираются несколько швей. Есть и те, кого приняли на работу по программе «Молодежная практика». Я пришла в этот центр, чтобы приобрести больше навыков. Работаю здесь с сентября. Уже многое умею. Вырезаю узоры, шью корпе, мягкие мечи. Цех находится в здании общества инвалидов. А помимо шитья, Жанша и Рикешева обучают основам предпринимательства. Одна из ее учениц уже открыла свое небольшое дело. Очень сложно принять инвалидность и жить дальше. Я сама через это прошла, поэтому хочу помогать людям с особыми потребностями. Обучать их шитью. Дать им возможность зарабатывать. Хотелось бы, чтобы среди инвалидов было больше предпринимателей. В планах приобрести дополнительное оборудование. Это даст возможность обеспечить постоянным источником дохода еще несколько человек. Наталья Салькова, Айнадин Молдобеков, Октябинская область, Хабар-24. В Шымкенте открылась редкая выставка линогравюр. Представлено больше сотни работ казахстанского художника Батухана Баймена. Многие его произведения впечатляют не только техникой, но и размерами от 2 до 6 метров в длину. Художник рассказывает, что черпает вдохновение в наследии кочевой культуры предков. Через технику линогравюры он отражает историю древних тюрков и мир намадов. Как создаются уникальные работы, Батухан Баймена на выставке подробно рассказал молодым художникам. Сначала на линолеуме он вырезает рисунок будущей работы. Для этого мастер специально изготовил инструменты и стол. Затем зеркально наносит рисунок на ткань и убирает лишнее. По словам мастера, это очень кропотливый, но интересный процесс. В этом ключе, чтобы выразить инструментарий меньше, правильно, чем живость. И, как видите, все равно она смотрится красочно и интересно. Такие сложные композиции. И вообще графику поднять на такой уровень для меня вначале было вообще очень даже шоковым состоянием, когда увидел вот такие монументальные работы. Графика – это самый древний вид искусства, который когда петлогравюшки, которые на скале рисовали живот. А вот это, то, что я сейчас занимаюсь, это называется печатные графики. Именно печатные графики – линогравюры. Это линогравюры, самые как-то недавние вышли, линогравюры. Поэтому считается, как на обычном, но уже забытое. Видите, как получается? И о спорте. Чемпионат Казахстана подзюдо стартовал в столице. На республиканский турнир приехали более 500 спортсменов из всех регионов страны. О том, как прошел первый день соревнований, расскажет Полина Зачиналова. В этом столичном дворце единобор собрались более 500 дзюдоистов. Мастера татами приехали на чемпионат Казахстана из всех регионов страны. Большинство из спортсменов входит в состав национальной сборной. Семь весовых категорий мужчины, семь весовых категорий женщины. Соответственно, в каждом весе по три человека награждаются. Золотые, бронзовые, серебряные по две бронзовые. В каждом весе четыре медалиста будет. Среди судей 12 опытных рефери в международной категории. Также есть приглашенные спортивные супервайзеры из России и Кыргызстана. На этот чемпионат мы пригласили трех экспертов из-за границы. Супервайзеры будут контролировать наших арбитров, чтобы те не нарушали правила и честно судили бой. 17-летняя Рината Жумабаева готовилась к чемпионату не один месяц. Тренировалась по три раза в день. Для девушки это первое крупное соревнование. Но останавливаться на достигнутом она не намерена. Я занимаюсь дзюдо уже около трех лет. Но заниматься я начала с джиу-джитсу. Ну как бы там уже не олимпийский вид спорта, а хочется же олимпийской чемпионкой быть. И такими мелкими шагами уверена к мечте. Чемпионат Казахстана под дзюдо продлится в столице четыре дня. Как рассказали организаторы, победители соревнований войдут в состав национальной сборной следующего сезона. Полина Зачиналова, Нарусбайк, Крамагазы, Хабар, 24. К этому часу у нас все. Увидимся в 20.00. Субтитры создавал DimaTorzok